В эфире информационная программа День города и я ее ведущая Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. О забытых сражениях напомнят в Рязани. В городе открылась всероссийская выставка стендового моделизма. Лыжи мечты помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. Рязанец принял участие в уникальной терапевтической программе в Сочи. В российских школах могут ввести уроки робототехники. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Весна пришла. Сегодня День весеннего равноденствия. Сегодня 20 марта – День весеннего равноденствия. В этот день наша планета расположена таким образом по отношению к жаркому светилу, что лучи Солнца отвесно падают на экватор. В это время Солнце совершает переход из Южного в Северное полушарие. Во всех странах мира ночь во время весеннего равноденствия практически равняется дню. Древние считали, что с этого момента начинается весна, а ученые называют этот день астрономическим началом года. Ситуация по туберкулезу в Рязанской области значительно улучшилась. По информации Минздрава региона, за 9 лет в 3 раза сократилась заболеваемость и в 12 раз смертность от туберкулеза. В минувшем году в области были самые низкие за много лет эпидпоказатели по этой патологии. Следует сказать, что в 2017 году произошло снижение всех эпидемиологических показателей по туберкулезу и достигнуты показатели такого уровня, когда еще никогда не регистрировались на территории Рязанской области. Рязанская область вошла в пятерку субъектов Российской Федерации с европейскими показателями. В областном клиническом противотуберкулезном диспансере открыли школу больного туберкулезом. Ее задача – формировать приверженность пациентов к лечению. Очень долго думали, как выработать приверженность больного к лечению и решили, что путем создания такой школы мы создадим такую пациентонаправленность по вопросам туберкулеза, его лечения. И пациенты будут больше знать о болезни, больше будут знать о последствиях нелечения данного заболевания. И всю свою психологическую сущность сориентируют на то, чтобы успешно вылечиться. В российских школах могут ввести уроки робототехники. С такой инициативой выступает молодежный парламент при Госдуме. Предложение сегодня озвучили на круглом столе, который посвящен обеспечению цифровой экономики квалифицированными кадрами. Об этом сообщила председатель молодежного парламента Мария Воропаева. По ее словам, сейчас подобные занятия внедряют в некоторых школах в качестве дополнительных занятий или кружков. По мнению депутата, робототехника должна быть внедрена в качестве отдельной дисциплины. Авторы инициативы считают, что специализированные уроки позволят подросткам чаще выбирать в качестве будущей специальности программирование. А в век цифровой экономики эти профессии будут очень востребованы на внутреннем рынке. В горах Сочи дети поправляют здоровье на лыжах мечты. Реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья помогают горные лыжи. Уникальную программу терапевтического спорта реализует горный курорт «Роза Хутор». Начиная с января ее участниками уже стали более 70 детей-инвалидов с различными диагнозами. Среди них и юный рязанец. Мальчику, который умело покоряет горный склон, всего 8 лет. С рождения врачи поставили ему диагноз ДЦП – пластика гиперкинетической формы. Говоря простым языком, все мышцы в теле мальчика всегда напряжены. По словам родителей, они перепробовали самые разные методы лечения. Даже полет в Китай и местная медицина не принесли каких-то весомых результатов. Три года назад Виталий Бочкарев узнал о таком необычном методе, как горные лыжи. И тут же рассказал об этом супруге. «Когда мне первый раз сказали о том, что дети с ДЦП занимаются горными лыжами и не попробовать львам, ну честно говоря, для меня это выглядело как какой-то абсурд, потому что неходящего ребенка ставят на лыжи. А когда стали более подробно узнавать, интересоваться, оказалось, что это да, возможно, и при том очень неплохой положительный эффект имеет». Метод реабилитации горными лыжами появился в России благодаря супругам Белоголовцевым. Они переняли опыт у зарубежных стран. Так в нашем государстве появилась программа под названием «Лыжи мечты». Тимур стал первым ее участником в Рязани, о чем не жалеет ни он, ни родители. Положительный эффект заметили уже в первые несколько месяцев после тренировок. «До того, как он встал на лыжи, он практически даже по дому без посторонней помощи передвигаться не мог. Как только он начал заниматься лыжами, уже где-то через месяц после того, как он начал этим заниматься, мы увидели прогресс буквально на глазах. То есть он встал и стал ходить по квартире самостоятельно». Со временем прогресс стал заметен сильнее. Занятия с Тимуром начинали на так называемых «зеленых трассах». Это спуски для новичков. Сейчас он уверенно покоряет и «синие трассы». Они следующие по сложности. В шесть лет мальчик уже начал участвовать в соревнованиях. В Москве он получил свою первую медаль. И спустя два года он вновь выиграл награду. Да не одну, а целых две. Семья Бочкаревых приехала на горнолыжный курорт «Роза Хутор», где каждую субботу проводились соревнования для детей. Тимур захотел в них поучаствовать. В результате медали за участие и как победитель от программы «Лыжи мечты». «Было очень трогательно, когда все дети участвующие, ну, многие с родителями были. Детишек было человек, наверное, 30, ну и, соответственно, родители. И когда его поставили уже на пьедестал, пригласили его первым, награждали, они так дружно стали кричать «молодец», «поздравляю». Ну, это было очень трогательно. Конечно, ну, не пожалели, что приняли участие. Здорово было. Родители отмечают, что есть здесь и отрицательная страна. Проект реабилитации горными лыжами пока не признан официальной медициной как метод лечения. В результате никакой финансовой помощи от медицинских учреждений они не получают. И хоть программа «Лыжи мечты» во многих регионах спонсируется за счет правительства, в Рязани пока такой практики нет. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». Ни одно и даже не несколько, а два десятка ограблений. В Рязани задержали подозреваемого в серии краж из магазинов, салонов красоты и кафе. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции. Злоумышленник грабил заведения в советском, октябрьском и железнодорожном районах города. С помощью отвертки он взламывал пластиковые двери и окна и забирал деньги, ноутбуки и продукты. Самая крупная украденная сумма составила 70 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к ограблениям причастен ранее судимый за аналогичные преступления 39-летний рязанец. Его разыскали и задержали. О забытых сражениях напоминают в Рязани. До середины апреля жители и гости города смогут посетить Всероссийскую выставку стендового моделизма и военно-исторической миниатюры. Такие экспонаты лучше разглядывать через лупу. Примечательно, что выставка проводится в нашем городе уже в десятый раз. Что заинтересует ее посетителей, расскажет Валерий Седов. Мечи воинов в застывшие в воздухе. Танк, из которого вот-вот вылетит снаряд. Корабли, которые никогда не покорят моря. Целый амфитеатр боевых сражений, на которых навсегда застыло время. Нет, это не стоп кадры исторической хроники, а модели десятой выставки «Забытые сражения». Она имеет поистине огромный размах. Более 50 городов-участников и свыше 850 экспонатов. Сейчас сложно поверить, что начинало все с небольших выставок. Начало было положено в 2009 году, когда состоялась первая выставка такого масштаба. Тогда она называлась «История в миниатюре». Позднее название сменилось, но суть осталась прежней. Выставки были и до 2009 года в городе Рязани. Но все они были, скажем так, либо авторскими выставками небольшими конкретных моделистов, либо приуроченные к какому-то событию, там, День Победы, 23 февраля. То есть такого чисто городского, ну, локального масштаба. Почти все модели, представленные на выставке, можно назвать эксклюзивными. Они могут отличаться по особенностям сборки и методам раскрашивания. Многие воссоздавались вручную по фотографиям и чертежам. В моделях учтены даже самые мелкие детали реальных прототипов. Каждая из них собиралась вручную из разных материалов. На выставке присутствуют и модели современной техники – самолеты, танки и автомобили. На первый взгляд не скажешь, что эти прототипы собраны из бумаги. На 10-ю выставку их прислали участники из Москвы. Могу сказать, что дети действительно, приходя, они остаются, влюбляются в это творчество. Но каждый находит свое ответвление. Кто-то уходит исключительно в пластик. Кто-то через какое-то время начинает любить бумагу. И кто-то уходит в миниатюру и роспись ее. Кто-то делает исторические модели. Кто-то делает фэнтези. Возраст участников самый разный. Здесь есть и школьники, и пожилые люди, которым удается совмещать работу и хобби. Выставка «Забытые сражения» будет работать до 13 апреля. Посетить ее может любой желающий. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». В 2009 году магазин «Вкус Вилл» открылся в Москве. И очень быстро зарекомендовал себя с положительной стороны у покупателей. Здоровая пища, качественные товары и доступные цены сразу же приглянулись жителям столицы. В марте 2018 года магазин продуктов здорового питания «Вкус Вилл» открылся и в Рязани. Натуральные продукты могут быть доступными. Это один из главных постулатов магазинов торговой сети «Вкус Вилл». Здесь только качественная продукция, без каких-либо добавок. Мы против всяких вредных консервантов, искусственных красителей, мясозаменителей. Все, соответственно, с короткими сроками хранения. Только натуральный состав. Если касается колбасы, то, соответственно, только мясо и специи. Никаких консервантов. В магазине можно купить кондитерские изделия, мясную продукцию. Серая колбаса на полках из качественного мяса, без красителей и усилителей вкуса. Хлебобулочные изделия производят в пекарнях по старорусским рецептам. Кондитерские изделия приготовлены без маргарина и разрыхлителей. На сливочном масле. На отдельном стенде выставлена на продажу натуральная косметика. С недавних пор Надежда стала здесь постоянным покупателем. Говорит, что знала об этом магазине еще в Москве. И теперь рада, что они открылись в Рязани. Всей продукцией она довольна. Цены мне кусаются и мне нравится. Моим детям очень нравится. Продукты для магазинов «Кусвилл» привозятся из разных областей. Калужской, Пензенской, Костромской, Тульской, Смоленской, Тверской. Производители работают с соблюдением всех законодательных норм. Уважаемые рязанцы, мы ждем вас на площади новаторов, дом 1. В нашем новом магазине для здорового питания «Кусвилл». Здесь вас ждет полностью честный состав, адекватные цены и вежливое обслуживание. На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. город62.tv Мы прощаемся с вами до завтра. Желаем хорошего завершения дня. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Грязь, слякость, выхлопы. Шум, шум, шум. Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. Субтитры создавал DimaTorzok